Мы сделаем все возможное для того, чтобы максимум недостатков и проблем устранить. Задать наболевшие вопросы, сообщить о проблемах. На встречу с руководством района пришли около ста жителей микрорайонов Хотова и Жигалова. Пожалуй, один из наиболее острых вопросов для местного населения – строительство школы. Необходимость в образовательном учреждении в Жигалове назрела давно. В нашем районе нет школы, никогда ее не было. Когда начнется строительство, вот сроки, пожалуйста, как она будет выглядеть? Не беспокойтесь. Дело в том, что мы спланировали за эти 2-3 года построить 5 школ и пристроить. Поэтому ваша первая. И она будет. Проект к нам предложит правительство Московской области в лице Минстроя совместно с Минобразованием. До конца этого года мы эту процедуру должны пройти, и эта школа встанет на строительство в 2017 году. Много лет волнует жителей тема сообщения с центром города. Единственный пешеходный путь лежит через путепровод. Но в плохую погоду пройти под мостом едва ли возможно. Машины забрызгивают прохожих грязью и слякотью. Я постараюсь все-таки из небюджетных источников до весны эту работу провести. До весны. Как раз когда пойдет код, теперь мы сделаем, чтобы брызги не попадали. Отсутствие сетевых магазинов в микрорайоне – еще одна проблема, поднятая на встрече. Приобретать продукты жителям приходится в магазинах шаговой доступности, где цены гораздо выше. В нашем микрорайоне Жигалово до сих пор нет ни одного сетевого магазина. Те, которые магазины для семей, для многодетной семьи, для бабушек, для дедушек, нет альтернативы. Цены катастрофически высокие, очень большие. И хотелось бы, чтобы один магазин дошел к нам в микрорайон Жигалово. Обязательно построен и будет у вас сетевой магазин. Также на встрече поднимались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, открытия в микрорайоне катков и детских площадок. Всего же за время общения было задано порядка 30 вопросов. Участники встречи уверены, такой диалог просто необходим, ведь решать проблемы можно только сообща. Она необходима была нашему району. Спасибо, конечно, Алексею Васильевичу, который все-таки выслушал. Я думаю, что действия администрации в последнее время очень хорошие. У нас есть прекрасная тенденция по автобусу, выполнение всех наших просьб. Дарья Снегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания «Щелково».